Неделя в политике. Отмены весны на фоне трагедии. Рисунок к статье. Фото. На прошедшей неделе окончательно сменилось направление пропагандистской войны вокруг Украины. Бескомпромиссная борьба развернулась теперь за мир, дорожная карта которого была прописана во вторых минских соглашениях 12 февраля. Президент Владимир Путин в интервью ВГТРК 23 февраля сделал акцент на том, что Минск-2 – это не какая-то региональная инициатива, а договоренности, утвержденной резолюцией Совета Безопасности ООН. При этом Путин указал, что украинская сторона, похоже, ищет причины и обстоятельства для того, чтобы попытаться не придерживаться жестко подписанных ею документов. Показательно, что российский президент не стал говорить о восстановлении после Минска настоящего доверия между ним и руководителями Франции и Германии. Свои же отношения с президентом Порошенко ООН охарактеризовал кратко – контакт у нас есть. А заявление о российской агрессии, звучащее на Украине, вообще объяснило обидой на его слова, что вооруженные силы этой страны проиграли вчерашним шахтерам и трактористам. «Неприятно проигрывать и России, но как-то менее унизительно», – минус отметил Путин. В минувшую же пятницу он провел совещание с членами своего Совета Безопасности. Там был обсужден тяжелый ход имплементации Минских соглашений. Однако более любопытным вскупом комментарии об этом мероприятии кремливской пресс-службы оказался иной сюжет. Оказывается, что вне контекста повестки совещания Владимир Путин информировал членов Совета Безопасности о решении сократить на 10% зарплаты сотрудников администрации президента. Напомним, что как раз на прошлой неделе российские депутаты и сенаторы вдруг выступили с инициативой сократить свои доходы на те же самые 10%. Вопрос только в том, что же подвергнется такому урезанию, есть сведения, что речь идет о том голом окладе, который составляет лишь часть жалования чиновников и парламентариев. Между тем по всем ведомствам, бюджетам и программам сейчас проходят именно реальные 10% сокращения. Хотя, как стало известно на прошедшей неделе, например, Федеральная служба судебных приставов, похоже, в общую ограничительную тенденцию вписываться не намерена. Наоборот, это ведомство приобретает более отчетливый силовой характер в соответствии с поручением президента и решениями правительства. Служба получит дополнительные полномочия, а ее сотрудники станут, по сути дела, военнослужащими не только со специальными званиями, но и с соответствующим финансовым и социальным обеспечением. Зато на присяжных заседателях государство решилось экономить. На прошлой неделе на специальном совещании было решено подвергнуть этот институт реформе, например, сократить состав коллеги из классических 12 до 7 человек. Инициаторы изменений при этом прямо указывают на нехватку денег для содержания народного суда в нынешнем виде. Дефицит госфинансов, обещают власти, на социальных обязательствах перед людьми никак не скажется. Однако протестную активность они на всякий случай держат под жестким контролем. Антикризисный марш весна на прошедшей неделе был отправлен из центра Москвы на ее окраину, в Марьино. И, что симптоматично, несистемная оппозиция с этим согласилась, объяснив, что важна сама акция, а не место ее проведения. Возможно, конечно, что такая уступчивость связана с тем, что мотор марша и Алексей Навальный из рядов протестующих выбит арестом за нарушение общественного порядка. Однако, по некоторым сведениям, оппозиции просто некуда было деваться, власть поставила их перед жестким выбором, или согласие на улицу перерва вместо Тверской, или отказ в принятии уведомления о публичном мероприятии. Впрочем, гибель в ночь на субботу Бориса Немцова этот сюжет недели сделала полностью неактуальным. Субтитры создавал DimaTorzok